Экстремизм и терроризм. Губительные последствия этих явлений в последние годы идут рука об руку, разрушая человеческие судьбы и жизни. За этими понятиями стоит одна из глобальных проблем современного общества. И не случайно такие встречи проводятся именно с подрастающим поколением. Ведь молодежь легко поддается пагубным привычкам. Террористу не существует моральных правил. Он фанатик, и перебедить его словами невозможно. Поэтому мы должны смотреть на мир открытыми глазами и не обольщаться тем, что сия горькая чаша нас минует. Взрывы домов в пряди городов России показали, что только наша беспечность и безразличие позволили совершиться этим страшным происшествием. Ведь на глазах жильцов подвала завозились мешки с компонентами крыльчатых веществ, подвидов сахара и других продуктов питания. Проще простого, увидев данное действие, позвонить на телефон полиции специальных служб. Легче проверить, чем потом разбирать завалы и видеть горе людей. Информационная пропаганда сегодня самое главное оружие в руках экстремистов. С помощью лжепроповедей им уже удалось заманить к себе большое число молодых людей. Конечно, огромную роль здесь играет и мировая паутина. В интернете нет числа видеороликам и статьям экстремистского характера, негативно влияющих на умы подрастающего поколения. Кадетам рассказывают и об уголовной ответственности даже за выложенный в соцсеть видеоролик с призывом экстремистского характера. Наша задача вас от этого предостеречь. Защитить, предупредить вас, что этого делать ни в коем случае нельзя. Потому что если вы один раз это сделаете, если один раз вы оставите пятно в своей биографии, то в дальнейшем это уже будет проблема и в трудоустройстве, и в работе, в учебе и так далее. Поэтому будьте очень аккуратны в выборе своих друзей. К чему приводят проявления экстремизма и терроризма, ребята показывают в документальном фильме. На экране кадры после нападения бандитов на РОВД в 2009-м. Зеленый бой трепасов, находившихся в здании, но он этого удалось избежать. Чаще всего мишенью террористов становится молодежь, школьники и студенты. Поэтому очень важно, чтобы сейчас молодые люди понимали, кому стоит прислушиваться, а кому нет. Нам показали фильм, и пока я не посмотрел фильм, когда происходили эти теракты, я был еще юным, и я не понимал, насколько это тяжело. Терроризм это на данный момент самый кручий, в общем. Больший враг обществу, всему человечеству даже. Невидные страдают, те, которые ждут дома. Много людей умирает из-за терроризма. Терроризм не щадит никого, ни детей, ни женщин, ни стариков. Это беда и боль всего общества, и бороться с ним мы должны все вместе, подводят итог встречи организаторы. Главная цель – предупредить и оградить от дурного влияния подрастающее поколение. Была проведена такая акция, мероприятие, в целях профилактики предупреждения противоправных деяний, в частности, террористических угроз, террористических актов. И также это мероприятие было проведено в целях патриотического воспитания нашей молодежи. Был показан очень хороший фильм. Здесь обучается более 200 кадетов в возрасте от 10 до 16 лет. Фильм, я надеюсь, пойдет на пользу ребятам. Можно много излечь из него. Беседа плавно перетекает в небольшой концерт. Для кадетов выступили солисты и воспитанники культурно-технического центра. Беседа носит не только профилактический, но и рекомендательный характер. Поэтому ребят в который раз призывают быть бдительными, не заводить знакомства с сомнительными лицами и при малейших подозрениях сообщать взрослым или в правоохранительные органы. Зарема Ивлоева, Исмаил Гитагажев, Адам Далаков, Новости 24. Адам Далаков, Новости 24. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...